Из парка Раздолье, самого нового и современного в нашем округе, Андрей Иванов провел видеосовещание с руководителями всех парков муниципалитета. По словам главы, сейчас их смело можно назвать образцовыми и лучшими по всей Московской области. А для этого пришлось немало потрудиться. Мы в последние годы много сил и средств тратим в создании инфраструктуры, общественных пространств, создаем и продолжаем создавать пропиночные сети, точки притяжения, привлекаем малый и средний бизнес для организации качественного общественного питания. Считаю, что в этом плане мы хорошо реализуемся, у нас есть положительная динамика, эти пространства создаются, каждый год мы добавляем что-то новое. Теперь необходимо постоянно продумывать культурно-развлекательное наполнение. Проводить время и досуг должно быть приятно жителям и гостям округа любого возраста, с учетом всех предпочтений. Это в первую очередь, наверное, содержательные мастер-классы, какие-то концертные шоу-программы, разноплановый, безусловно, интерактив для детей и, опять же, разного возраста, не только для самых маленьких. К нашему округу, и вы все об этом знаете, очень пристальное внимание, в том числе и что касается событийного наполнения. Тем более, что планка уже задана высокая. В новогодние праздники в парках прошли ледовые шоу от звезд фигурного катания Евгения Плющенко и Ильи Авербуха. Проводились хоккейные матчи с участием легенд хоккея. В Татьянин день студентов порадовали дискотекой на льду. Каждый день развлекательная программа парков удивляла своим разнообразием. Такой уровень необходимо поддерживать и впредь, считает глава. У каждого парка должен быть вот этот набор того, что не изменится ни при каких условиях. Смотришь в чат, в телеграм или в социальные сети. Там только окошки заполняются на каждые выходные. Если хватает креатива, появляются новые интересные мероприятия. Уже сейчас парк Захарова, Раздолье и Лазутенко активно взаимодействуют с домами культуры, творческими коллективами, библиотеками, спортивными организациями для проведения на базе парков, соревнований и фестивалей. Зимние игры и забавы. Сейчас мы уселились в этом направлении. Там анимационные программы проходят каждую субботу и воскресенье. Мастер-классы, экскурсии, кукольные спектакли, квесты, познавательные программы. Все эти программы разрабатывались с начала работы парка. Это все авторские программы. Мастер-классов у нас 17 штук, 9 экскурсий, 5 кукольных спектаклей, 4 квеста и огромное количество познавательных разных программ. Информация обо всех активностях должна быть максимально доступна жителям округа, подчеркнул Андрей Иванов. Кроме того, глава предложил развивать программы для студенчества.